Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Код Вейн. А, итак, сейчас я нахожусь на базе. Так, о, ты вышла оттуда. Что ты скажешь? У меня появилось несколько новых видов оружия, надеюсь, они вам пригодятся. Давай посмотрим, что у тебя там есть. Купить оружие. Хочешь что-то купить? Так, у меня такое есть, такое есть, такое тоже есть, такое тоже есть, такого нету. Кровавые вуали. Так, а если модифицировать снаряжение, модифицировать оружие, какое оружие хочешь преобразовать? Так, у какого оружия больше всего физический урон? 195, 191, 244, 285. Ну, это двуручное оружие, у меня двуручное не подходит. 296, 285. А, лазурное копье? Ну, копье на самом деле не очень удобное. Бёрдыш плюс один у меня есть. Потерянный бёрдыш. Что означает 2, 7, 3. Что это за цифры внизу, в левом углу? Знать бы. Облегчение. Так. Потерянный бёрдыш, потерянный бёрдыш. Укрепление. Так, физический урон основной. 300. 315, 300, плюс 30, плюс 100. Ну, тут основной урон дополнительный. Тут у меня основной урон будет выше. Но дополнительный понизится. Так, я думаю, нам надо вот так вот укрепление сделать. Нужно дымки. Хром Атланты 1, наличие 0. Нужно дымки 10 тысяч. У меня что-то... Ох, ё-моё. Чё так дорого-то? Да. Слишком дорого оружие улучшать. С Уайли тоже так же, наверное, обстоят дела. Да, так же. Окей. Тихо. Ладненько, удачи тебе, говорит. Так, а где Луи? А, вот он. Говорить. В чём дело? А, говорить. В осколках хранятся отголоски памяти, воспоминания, отвергнутые вместе с болью прошлого. Сила, которой ты обладаешь, позволяет мельком увидеть эти ускользающие отголоски. Восстановить осколок? Что значит восстановить осколок? Осколок. А-а-а, я понял. Я находил такие осколки. Взаимообмен. Подарить ценность? А что мы можем ей подарить? Духи в броском флаконе. Ценность предмета зависит от владельца. Давайте попробуем подарить. Подарить ценность. Такие вещи иногда пригождаются. Получить предмет. А-а-а, я понял. Киджал, фигня. Настой защиты от огня. Фигня, жест, молитва. Этот предмет позволяет использовать жест, молитва. Зачем он мне? Хром Эос. Ценный минерал из особой руды, которая питала кровь. Попросите Муросамы преобразовать с его помощью оружие, чтобы наносить больше урона. Или кровавую вуаль, чтобы усилить действие даров. Существенно ухудшает коэффициент усиления. Ну, вот это можно купить. Береги себя. Блин, надо у всех посмотреть, что... У всех персонажей посмотреть, что есть на обмен, и уже потом... С ними обмениваться. Я что-то тупо-ну неправильно сделал. Я с ним не могу поговорить, кстати. Эй, привет! Как дела? Сменить союзников. Взаимообмен. Что у тебя есть? Хром Атлан... Ух ты! Хром Атланта! Проклятие демонов. Меч Якума. Его союзник в бесчисленных сражениях. 50 очков обмена стоит. Ну, наверное, это хорошее оружие. Атака 244. Не понял. Это атака меча или союзника? Так, ну давай мы тебе... Это довольно ценная вещь, да? Не уверен, что придумаю ей применение, но... Чего? Такая ценная вещь, а ты всего лишь одно очко... Даешь. А как насчет комиксов? О, я же это как раз искал. Благодарю тебя. Теперь не надо будет... Чё-то там. Блин, нормальную книгу он читать не хочет, а что-то комиксы почитал. Блин, знал бы, я бы не подарил ему бы эту книгу. Я бы дал ему комиксы, почему-то я подумал, что ему комиксы нужны. Старая монета. Тоже непонятно. Лапша гейши. Ценность предмета зависит от злодейца. Давайте ему дадим лапшу. Мне кажется, он будет есть ими. Лапша гейши? Лапша гейши? Лапша гейши? Никогда я эту луком не пробовал. Раньше не было возможности, а теперь предпочитаю что-нибудь полегче. Но раз уж выпал такой шанс, грех им не воспользоваться. Опять одну очку, наверное, даст, да? Да нет, два. Ну, сорно, у меня на обмен почти ничего нет. Увидимся. Удивляешься, что кто-то из правительства на базе? Мы не сражаемся против Сильбы. Конечно, мы не оправдываем все их поступки. Но для того, чтобы выжить в этом мире и не стать потерянными, нам нужна их помощь. Кроме того, Дэвис один из самых надежных людей, которых я знаю. Поговори с ним, он тебя не подведет. Давай тебя возьму. Ладно, я помогу. Я хочу тебя в союзнике за. Мы не знаем, почему твоя кровь способна активировать Амелу и А... Существует средство, сделанное из крови королевы и дающее тот же эффект. Это всего лишь предположение, что твоя кровь, возможно, как-то связана с кровью королевы. Я только что хотел сказать, а может это, типа, новая королева, мой персонаж? Что у тебя есть на обмен? Стимулятор регенерации. Небольшой сосуд сыр. Надежное оружие. Тоже 50. Чтобы отправиться... Чего? Подойди... А, подойди ко Мэле, я понял. Так, ну я знаю то, что ящик с инструментами понравится ей. Вроде бы как. Привет, что-нибудь вам нужно? Поверхность здорово окислилась. Ничего, оттутрую и пущу в дело. Очень вовремя, я... А то мой уже совсем разваливается. Спасибо. Хром Гефеста. Ну мне вот только Хром и нужен от нее, все. Все становится бесполезной особо-то. Ладненько, удачи тебе. Так, а что у тебя есть на обмен? Привет, просто в гости зашел. А, привет, просто в гости зашел. Взаимообмен. Хром Гермеса, тоже полезная вещь. Активатор. Кстати, а для чего нужны активаторы? Давайте один попробуем активировать. Я понял, в чем прикол. Короче, какие-то вещи были отправлены на склад. Я так понял, тут система как в Секира. Я могу с собой таскать какое-то определенное количество предметов некоторых. Для того, чтобы я слишком не использовал часто, например, кинжалы. Например, я могу две сотни кинжалов купить и убивать врагов двумя сотнями кинжалов. Поэтому они ограничили всего лишь 25 штук, могу с собой таскать. Ядовитая мазь. Что за активатор? Активатор скрытых возможностей кода крови. Как это работает? Так, стоп. Что это такое вообще? Увеличивает максимальный запас выносливости. Это какая-то пассивка? Совершить рывок вперед. Хорошо. Полезная вещь. Это что такое? Общий дар с Луи. Повышает атаку и ускоряет клонение за счет сокращения урона. Создает временный барьер вокруг вас и союзника. Повышает сопротивление крови. А, так я могу... Серьезно? Я могу быть бойцом, но при этом использовать навыки других классов? Неплохо, неплохо. Так, это у нас один, это у нас три, это у нас... Это у нас два, наверное, да? Подождите. Надо попробовать, как это работает. Телепорт. Обидно... А, я не прокачался, точно. Так, если я могу способности использовать даже не беря класс, в принципе, это очень плохо. Ой, очень хорошо, точнее. Хотел сказать, это очень неплохо. Сказал очень плохо. То есть, я могу выбрать класс боец, но при этом использовать навыки других классов. Это хорошо. Сейчас я посмотрю, какие навыки еще могу приобрести. Может, есть какие-то полезные. Я там видел очень много новых навыков. Так, что я могу взять? А, не так, не так. Так, еще один класс появился новый. Так. Позволяет выпустить электрический разряд. Что-то не очень хорошо. Наносит большой урон по области, оставляя вас на грани жизни и смерти. Подходит для дальнего боя. Ублодэ... А, подождите, не то. Стремительная метка. Временно позволяет оружие... Так, оружие в ваших руках замедлять врагов. Полезная вещь. Огненная пика позволяет выпустить огненный снаряд. Удар Иероха снижает расход Ихора на атаки оружием при сосредоточении. Повышает ловкость. Позволяет пожертвовать здоровью, чтобы получить Ихор. Фигня. Временно повышает силу искушения при атаке оружием. Тоже фигня. Повышать Ихор за счет здоровья, это не очень хорошая вещь. Здоровье я могу восполнять только тремя аптечками, которые восполняются только возле Амелы. Что не очень удобно. Временно позволяет оружие в ваших руках блокировать дары врагов. Позволяет выпустить залп. Не фигня. Кстати, тут у кого-то есть ядовитое оружие. Что-то я не понял. А, ядовитая метка. Она у меня уже активирована. Уже прокачана, точнее. Так, подождите, ядовитая метка. А, все-таки я не все способности могу применять. Так, давайте повысим уровень, а в следующий раз уже буду прокачивать, наверное, навыки. Хотя у меня сейчас уже хватает на навыки. Давайте какие-нибудь навыки купим. Так. Так, не очень хороший. Так, давайте его получим. О, отлично, тоже полезная вещь. А я не могу его прокачать, потому что слишком дорогой. Тридцать шесть тысяч? Сорок восемь тысяч? Че-то какая-то ерунда. Че такие дорогие? Где мне 46 тысяч нафармить? Ну, явно где-то дальше по сюжету. В более тяжелых локациях. Лестницу установило правительство. Признаки цивилизации небоскребов в руинах. Да, копьё не очень хороший мувсет имеет. Ну, не очень удобный. Мечи заката. Эта штука нам пригодится? Мечи заката. У меня вроде бы уже был меч заката. Не знал то, что когда они лежат, я могу им бэкстап делать. Я думал, мне нужно их ждать, пока они встанут. Так, ну мне не хватает урона их добивать с бэкстапа. Наверное, лучше атаковать хвост. Да, добрав. Мы так в прошлый раз и делали. Только здесь еще... Потерянные пришли в поиск крови. Только не это. Так, аккуратно. Ничего себе вы... Тихо-тихо-тихо-тихо. Опасно. Так. Эти кровавые будут на меня постоянно нападать. А, потеря. Ну, зато он неплохую награду так получил. И справились мы намного быстрее. Так, здесь враг. Луи все-таки сильнее. Это определенно. Меч заката. Опять меч заката. Ну, в принципе, избытки оружия мы можем продать. Прикресток? Ну, куда пойдем? Сюда. Или, подожди, мы отсюда пришли? А, ну да, мы отсюда пришли. Хм, куда повернуть? Так, как они лежат, кстати, это очень хорошо. Мы можем их убить, пока они не встали. Так, не знаю, что он пытался сделать. Наверное, позвать на помощь. Но у него это не получилось. Так, нам определенно нужно победить... Вот, эту громилу. Грозный противник. Блин, а у меня лечилка одна осталась. Ничего себе она сносит... На нее здоровье. Так, Луи, давай бей ее сзади, пока я ее отвлекаю на себя. Она определенно хочет только меня бить. Так, ладно, пока она бьет. Луи, ты дурак! Ты что творишь? Зачем в мою сторону бежать? Да. Черт! Давай добей ее! Что самое главное, с нее дают очень мало... Опять забыл, как это называется. Душ, короче. Будем называть это душем. Вот это дырище, говорит. Там, в принципе, где-то Амела должна быть, мне кажется. Хочешь идти вниз? Спускаемся? Ну, блин, делать нечего. Не зря же сюда пришли. Эта штука нам пригодится? Королевское железо. Конечно. Так, я могу спрыгнуть, но, скорее всего, получу урон, так что прыгать не буду. Не ошиб... Не ошибешься с расстоянием. Так, вот здесь, наверное, надо вот на эти прыгать. И вниз можно... Да, смотрите-ка, можно вниз прыгнуть. Это мне напоминает одно место из Dark Souls'а второго. Механизм не работает. И он там что-то говорит, лист не работает. Так, если я спрыгну, то пути назад уже не будет. Мне нужно вниз спрыгивать. Проблема, наверное, заключается в том, что... Если я буду получать урон, мне лечиться нечем. Ага. А вот и враги идут. Нам придется их зачистить. Подождите, а это... Это не конец. Те вон вообще что-то баганули и в другую сторону пошли. Тихо! Ты дурак, ты что сделал? Ты зачем привлек его внимание? Я хотел его в спину добить. Так, получилось. А... А ты второго тоже убил, что ли? Прекрасно, но куда пойдем? У нас только одно направление. По идее, мне сейчас нужна Амела. Слушай, ты можешь собак убить? Вот он. Ад. Нюга. Или там мимо, или нюка мимо. Я уже на пределе, говорит. В смысле, у тебя аптечек нету? Или... Ты просто так говоришь эту фразу? Так. Его надо в спину убивать. Бэкстап делать. Хорошо, что у меня хватает урона для того, чтобы его убить в спину. Меч заката. Я знаю, что мне можно продать. У меня уже этих мечей заката очень много накопилось. Так, а вот здесь надо быть аккуратнее. Здесь на нас какие-то горгульи напали в прошлый раз. А, еще и собаки. Собака все испортила. Так, а мне лечиться нечем. Так, я их по идее по одиночке могу вымаливать. Ну, не совсем по одиночке. Там вон две сагрились на меня. Ну, по крайней мере, третья не сагрилась. Держись, если сможешь, говорит. Почему она на меня отвлекается всегда? Агриться на меня. Ее, значит, Луи бьет со спины, а ей все равно. А ей надо в меня метнуть, короче. Наверное, в таком большом городе разрушения были ужасны. Ну ты идиот. Так, и это еще, оказывается, не все. Так, мне лечиться нечем. Хотя, в принципе, у меня что-то там есть. Ускоряющая регенерация. Так, сыворотка регенерации. Лекарство, навсегда увеличивающее количество применения регенерации. А, ничего себе. Серьезно. Ну-ка, давайте-ка используем. И как это работает? А, ну вот. Я могу это тоже использовать. Теперь у меня есть пять регенераций. Отлично. Не можешь лечиться? Тогда не... Чего, не нарерывайся. Непонятно, что он там говорит. Так, ну у меня странно... Лечения нет. Нечем лечиться. Итак, в общем-то, мне позвонили по телефону. Мне нужно было срочно уйти. Я выключил игру и, в общем-то, я заметил одну вещь, что, короче, души, которые я получил, вот, забыл, как они опять называются, сохраняются. Причем у меня сейчас 13 тысяч, потому что я потом пришел и решил посмотреть, сохранился ли прогресс. Прогресс по сбору душ сохранился. Я оказался возле Памеллы. Ну, то есть, я не... Я вышел через, вот, обычный, вот, выход через игру. Оказался возле Амеллы. Значит, короче, как в Dark Souls, здесь мы не сохраняемся, если выйти из игры. Вот эти вот смеси... Нет, блин, забыл, как называются. А, дымка, дымка, во, вспомнил, дымка. Короче, дымка сохраняется. Но, я также использовал, короче, увеличение для... Вот, короче, увеличение сыворотки регенерации. Оно тоже почему-то не сохранилось. Сейчас мы это исправим. Также, ну, как сказать, я просто пробежался, собрал души. И у меня уже было 9 тысяч. Вот сейчас я снова пробежался, сразился с врагами. Вот тут вот была, короче, громила. И Луи не показывал свой такой офигенный прием, который... Блин, я не знаю, будет ли он еще его поделать или нет. Ну, короче, вот эту здоровенную тушу, вот этого монстра, подкидывал в воздух и ронял. И очень много ХП снимал. И, кстати, вот, я нашел тут одну штуку. Погоди-ка, это... Тут, короче, что-то вроде капсул каких-то было. Я думал, что они не ломаются. Но вот это вот здоровенный монстр, не знаю, как он тут называется, во время боя сломал вот эти капсулы. И вот я увидел осколок. Но я специально до конца пробежался, уничтожил врагов, которых я в прошлой серии... Ну, то есть, не в прошлой серии, а до этого уничтожал. И вот. Да, помыло, мне кажется, еще далеко. Но надо идти, короче, аккуратно. Так, стоп. Вот это живой. Нет, тоже не живой. А, а это живой. Меня могут врасплох застать. Ничего себе у него здоровье. Но вдвоем мы его быстро уничтожим. Короче, в соло здесь очень сложно ходить. Я лестницу вижу. Я, кажется, знаю, что это за лестница такая. Так, ароматный чай. Мне сейчас нужно открыть помелу. Пошли раз, когда я здесь ходил, я не замечал эту лестницу. Я вот этих ребят убивал, но лестницу я здесь не замечал. Так, стоп. А, здесь забор. Вот почему я эту лестницу не заметил. Тут забор. Подождите, а как мне туда... А, вот. Я все понял, как на эту лестницу забраться. Я тут, короче, еще один раз пробежался, зачитил, короче, врагов. И вернулся. Так, вот сюда я заходил, но я потом решил убежать, потому что у меня здоровья было мало. Знал бы. Ну нет, это лучше надо было делать на запись. Так, вот туда я еще не ходил. Там вон, вот эта громила стоит, про которую я говорил. Так, ну что ж, я знаю, куда эта лестница ведет. К Памели. Так, подождите, а я могу еще выше подобраться? Забраться, ну-ка. Очистить. Так, сейчас карта откроется. Так, все, я вернулся к Памели. Так, стоп. А, здесь нельзя прыгнуть. Так, ну что ж, думаю, на этом мы завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Это просто, что мы нужны.